Ну давай, Света, тогда вопрос зачитывай, раз мы так уж тут. Слушай, я смотрю, что у нас аудитория какая-то все моложе и моложе. Уже теперь 16 лет. Давай на нас переведем. Началось с 19 лет, а сейчас уже 16 лет. Так, давай, 16-летних давай. Не 16 лет, живу в Москве. Последние три года очень сильно интересую США. Хотелось бы переехать туда на ПМЖ. Но вот в чем проблема. Моя мать работает СВР, служба внешней разведки. О-о. То есть я не выездной. Конечно, я могу поехать куда-то отдохнуть, точно не в США. Но при этом она должна будет оформить кучу бумажек на работе. Отец и мать негативно относятся, к моим взглядам, относительно США. Отца уже не спасти. Мать начинает очень медленно приходить в норму. Так, то есть меняет отношение на более позитивный. Я бы так перевернул. Каждый день читаю ей новости из цирка под названием «Россия». Последние шесть месяцев я сильно увлекся политикой. А что же, мать, сама новости не читаю? Работаю в таких органах. Работаю в таком месте, да, я не знаю. Наверное, у меня там все хорошо в этих органах-то. Даже не знаю. Кратко о себе и своих навыках. С 13 лет я начал зарабатывать деньги в интернете. Продаю рекламу в своем паблике ВКонтакте по сей день. В 16 лет начал продавать товары с Алиэкспресса. Денег особо не заработал с этого, но опыт продажи, я считаю, был бесценным. С рекламы накопил денег и вложил 100 тысяч в ремонт своей комнаты. А 100 тысяч это много? Рублей. Это много или нет? Смотря когда он это делал? Всего на группе заработал 250 тысяч. Но по нынешнему курсу считай полторы тысячи. Это тоже неплохо. Я, честно говоря, немножко не очень понимаю смысл вложил в ремонт своей комнаты. Потратил. Вложил это когда ты хочешь какой-то возврат получить. Да, всего на группе заработал 250 тысяч. За эти три года попробовал многое. Монтаж освоил Sony Vegas и понял, что дальше неинтересно двигаться в этом направлении. Неплохой скилл фотошопа. Оказалось, тоже не мое, но навыки очень полезные и помогают мне по сей день. Безусловно. Долгое время ходил на курсы английского языка. English First. Очень нравится язык и сами курсы. Учусь, кстати, в колледже на специальности реклама. Не знал, что выбрать, поэтому выбрал специальность, которая, как мне кажется, даст хороший босс в бизнесе. Сейчас покручу немножко. Так. В следующем месяце мать предложила сходить на парикмахерские курсы, которые могли бы пригодиться на крайний случай. Да. Я не против, ведь чем больше навыков имеешь, тем более гибкий и меньше шанс, что пропадешь. Да. Мальчик такой умный вообще. Молодец, молодец. Проблема в том, что новости, политика и ситуация с тем, что я не выездной, гоняют меня в такой тлен и безысходность. Тлен? Да. Да. Что просто ничего не хочется делать. Да. Разговаривал с матерью. Говорит, уйду с военной пенсии и делаю, что хочет. Лет десять еще есть в запасе, чтобы подготовиться к эмиграции. А ведь экономика моей страны рушится. Не дай бог, железный занавес ведут. Я не хочу обрекать своих детей на такую жизнь, поэтому выбора у меня нет. Я знаю, что я уеду отсюда. Вопрос обширный, как и предисловие. Я не уверена, что смогу выиграть green card. Мне никогда не везет в подобных лотереях и прочих штуках, где все наугад. Если я смогу уехать, допустим, по турвизе в США, возможно, с последующей сменной визы на студенческую или какую-нибудь другую. Или по work and travel, маловероятно. Какие навыки и профессии могут помочь мне нелегально, но при этом неплохо жить в США? То есть профессия типа массажиста. Когда сам себе ищешь клиентов, оказываешь услуги и получаешь кеш, а не работаешь в салоне. У меня есть 10 лет, чтобы подготовиться, освоить язык и получить полезные навыки. Какие рекомендации вы можете мне дать? Ну, значит, давай сформулируем. У него есть план, который состоит в том, что мама, поскольку мама через 10 лет выйдет на пенсию, и уже он не будет зависеть, так сказать, от того, что он не испортит пенсионный план. И, может быть, еще что-то. Значит, у него есть 10 лет. 10 лет — это невероятно большой срок. Я все капер кручу-кручу, там, от солнышка прячусь. Значит, это очень большой срок. За 10 лет я бы на его месте закончил университет по ходовой профессии, с которой не пропадешь. Он сейчас смотрит, понимаешь, со своего возраста и со своего уровня образования. Он молодец, что он, как бы сказать, практичный, да? Но мальчик не пропадет, да? Да, да, он практичный, он умничка. Вот, он как бы такой заземленный, понимаешь, он твердо стоит на земле ножками. Но дальше все-таки 16 лет — такой вывод, когда надо определиться с профессией и с образованием, получать образование. Время есть — получай хорошее образование. Возьми максимум того, что ты можешь взять дома. Значит, скажи себе, я буду учиться в лучшем университете. Тем более живет в Москве. Тем более живет в Москве. Значит, скажи себе, я буду учиться в физтехе, там, я буду учиться в МГУ, я буду учиться... Я не знаю, где там... Достаточно. Вот. И учись там, я не знаю, учись там на математику, если... Не хочешь математик, слишком слухо. Учись на программиста. Работай в хороших компаниях. Работай в иностранных компаниях. Кроме того, еще, вот он говорит, что там очень странно, work and travel. Все хорошие университеты, у них есть эти программы, то есть это, конечно... Ну, постой, но он не может, у него же мама. А, он из-за этого не может? Ну, мама-то у него в органах. А вот тут интересно, до какого возраста сын числится при маме? До 21-го или как вот... Это зависит от органов света. Нет, нет, если просто, например, он живет отдельно, и как бы мама... У него одна семья там, своя семья. У мамы свою жену должен 10 лет. Ему сейчас 16-26 лет. Это зависит от самих органов. То есть есть органы, в которых не простят гораздо меньшие вещи. Вот там слово лишнее сказал и уже полетел. Понимаешь? Есть такие органы. Все зависит от ситуации. Поэтому, значит, сейчас вроде бы не такие времена. Сейчас не 37-й год, да? Но, тем не менее. Поэтому, если маму захотят дурнуть, да, это всегда будет хороший повод. С другой стороны, если нужно... Если ребенок живет отдельно, понимаешь? Уже, конечно, 16 лет нет. Живет в России отдельно, нормально. Остался за границей, значит, ненормально. И, мало того, мама, на самом деле, должна сообщать. И когда ты в органах работаешь, ты должен сообщать об изменениях в семье такого рода. Ты что? Это же не то, что там они должны за тобой выяснять. Это твоя обязанность. Поэтому... Даже не знаю. Что будет через 10 лет вообще неизвестно. Через 10 лет, что будет абсолютно неизвестно. Он, понимаешь, как... Он увлекается политикой, экономикой. У него настроение такое негативное. То есть, он собирает негатив об экономике, о политике. Вот он у нее вник в эту политику, да? И он в ужасе. Он не хочет, чтобы его дети там и так далее. Это достаточно взрослый разговор, на самом деле. И при том, что мальчик явно не по годам как бы активен и взрослый, да? Все-таки можно себе представить, что в 26 лет, например, он может очень по-другому смотреть на жизнь. Да. Дело в том, что, понимаете, какая штука. Вот сегодня вы смотрите на все с ученической такой позиции, да? Со школьной скорби. Какой кошмар все. А устроитесь неплохо, если мама поможет на какую-то хорошую работу. А в чем мама поможет, да? Ну, или как-то так, да. В профессиях хорошая будет и сам может. Да. Устроиться. Очень многие люди нам пишут, а что, над нами не капает, а все остальное не важно. Другое дело, что, конечно, дети там, все это, это система образования. Ну, я думаю, что вот в этом его восприятии мира есть элемент такого юношеского, ну, если не максимализма, то юношеского, просто юношеского. Ну, мальчик на самом деле очень серьезный. Мальчик серьезный, но он, понимаешь, когда он смотрит на страну, на политику, на экономику, на перспективы, это говорит только о том, что он кого-то начитался или наслушался. Сам же он не мог еще анализировать, у него жительного опыта нет. Но, тем не менее, он начитался. Он начитался. Значит, если бы он другого начитался, он, может быть, еще бы что-нибудь увидел. Ему, на самом деле, нужно начитываться. Вот и можно собирать информацию для себя, определяться с тем, вот что ему там, ну, да, вот где он, кто он, на какой волне он живет в этой стране, в этом обществе и так далее. Пока он свою волну еще не нашел, он в таком, в росте находится. Ну, тем не менее, конечно. Вот, да, поэтому, значит, у нас есть плейлист такой, называется «Путевка в жизнь», на нашем канале есть плейлист. И мы там, значит, рассматриваем людей разных возрастов, как вот жизнь построить. И буквально начинается, вот там, чуть ли не с 17 лет, да, вот там, то есть для таких вот… 16, 17, 18 лет. Как раз для вас, да. Самое первое видео, вот буквально для этого парня, и я думаю, что мы очень многие вещи там ответили. Ну, если что-то еще более конкретное будет, значит, пусть еще спросят, но я думаю вот что. Значит, те навыки, которые у него сегодня есть, там и фотошоп он там перечислял, там, нет, что там еще. Вот. Это не те навыки, с которыми, допустим, в 16 лет человек должен думать о том, как заработать на жизнь. Тем более, что он понимает, что у него есть еще 10 лет, да. Значит, ваша задача сегодня состоит в том, чтобы на эти 10 лет, если мы принимаем, что мы маме даем спокойно уйти на пенсию, чтобы ей было потом к кому уехать, да. Вот. Значит, когда… Значит, ну, короче, маме даем уехать на пенсию. Значит, да. За эти 10 лет сделайте максимум того, что можно сделать в том, чтобы приобрести некоторую конвертируемость. Ваших… Вашу профессиональную конвертируемость, ваших знаний, навыков, английский язык. Вот это сделайте. Поработаете, когда дойдет до работы, поработаете в иностранных компаниях. Я надеюсь, что не все там уйдут. Значит, какие-то всегда будут. Вот. И вот так, да. И когда 26 лет уже придет, чтобы у вас было 10 предложений там со всего мира. Из Англии, из Германии, из Японии, из США, из Канады, Австралии и Южной Африки. И чтобы вы сказали себе, поеду-ка я там, да, куда-нибудь там сейчас поеду. Вот, а может, и не поеду. Вот. Может, вы женитесь на дочери олигарха. Да. Олигархи, они знаете, как норовятся? Хороших мальчиков. Да. Ну, я шучу. В общем, я думаю, что мы хорошо, да? Более-менее связано план построили. Свет. Да. Вот. И мы молодому человеку пожелаем успехов. Я хочу сказать, что я слушал это письмо, и я радовался. Я радовался тому, что вот, несмотря на все там, как сказать, издержки, такие времена наступили. Мальчик достойно уважения, честно говоря, что он 16 лет и картинку так видит более-менее реально. Светик, подожди. Дело не в этом. Но он в состоянии зарабатывать. Понимаешь, мы дожили до того, не знаю, что можно зарабатывать, что можно что-то такое делать, вот, понимаете. И вот такая жизнь. В наше время нельзя было ни зарабатывать, ни в сетях, ни в долларах, ни в чем. Поэтому это очень-очень здорово. И приятно слышать вот такие истории. Приятно знать, что вот эти возможности, которые есть, они используются. Есть люди, которые вот на этом растут. И, соответственно, у них и дальше должно все хорошо получаться. Так что, а есть имя мальчика? Вот так что, ну... Сложно найти. Сложно найти. Тогда мы мальчику безымянному желаем успехов. И маме его тоже, и вообще родителям. Даже если он думает, что они какие-то пропавшие там куда-то и так далее. Нету имени. 16 лет, мальчик из Москвы. Из Москвы. Значит, первое, родители не выбирают, так? Значит, берегите тех, которые есть. Да. Других не будет. И вы не понимаете, как остро ты ощущаешь, насколько ты не додал собственным родителям, когда их уже нет. И исправить ничего нельзя. Поэтому не доводите вот до этого. Значит... Их надо любить и благодарить. Любите и цените, и благодарите вот тех, которые есть. Они, на самом деле, очень хорошие. Вы просто немножко экстремально их так пытаетесь оценить. Нет, у них свой опыт. У них свой опыт. У них свой опыт. Но это родители. Нельзя их судить. Это святое. Это святое. Вот. Поэтому радуйте их академическими успехами. Радуйте их успехами там в освоении профессии. Ты знаешь, мама потрясающая. Света, ты посмотри. Мама ему говорит, может быть тебе пойти на курсы парикмахера. Ты понимаешь? Мама, которая в органах работает, не говорит ему там про, не знаю, у тебя факультет журналистики или там какой-нибудь там инъяс. Она ему говорит, вот пойди в простую профессию научись делать. У мамы есть, у мамы есть сермяжный такой глубокий взгляд на жизнь. Она ему дает совет. Свет, твоя мама тебе такой совет дала бы и моя бы не дала. Это дорогой совет на самом деле. Поэтому это очень здорово. Очень здорово. Это очень интересно. Я хочу сказать, что мама живет в реальном мире, а не в каком-то вот там, понимаешь, непонятно каком. Говоришь, он почти приехал. Да, мы почти приехали. А мы приехали в город, называется, Света? Carmel on the Sea. Carmel on the Sea, друзья. Это курортный городочек такой, очень ничего. И приехали мы в шопинг-молл. Встать здесь, конечно. Встанем. Вот написано паблик-паркинг налево. Сейчас два квартала. Значит, мы запаркуемся и прощаемся с молодым человеком и отправляемся на империалистический шопинг, друзья. Счастливо.